Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Боже Всемогущий! Аллилуйя! Друзья, доброе утро! Сегодня такая у нас молитва пост-ханукальная. Слава Богу! Завершился праздник Хануки. Да, вчера последний был день праздника Ханука. Слава Богу! Сегодня такая пост-ханукальная молитва. У нас пост-ханукальная, да. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! 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 Иисус, спасибо! За все спасибо! Да, 7 утра в Москве, 6 утра в Киеве. Начинаем трансляцию с утренней молитвы. Друзья, вот сегодня местописание я здесь уже опубликовал. Местописание из Евангелия Теана 1.12. Аллилуйя! Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Благодарю Тебя! Благодарю! Благодарю за любовь Твою! Благодарю за великую благодать! Спасибо за эту возможность снова выходить в эфир! Спасибо, Господи, за все! Спасибо! Спасибо Тебе! Спасибо! Спасибо! Да, друзья! Доброе утро! Да, еще раз доброе утро! Кто подключился, кто подключается, всех приветствую! Так, и читаю сейчас Евангелие от Иоанна 1 глава. 12 стих, это я так опубликовал уже, а с самого начала читаю сегодня. Благодарю Бога Всемогущего за все! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Благодарю Тебя за это доброе утро! Благодарю Тебя, Господь, за эту возможность сегодня тоже выйти в эфир! Алина подключилась, да, доброе утречко, пишет, слава Богу! Доброе утро! Доброе-доброе утречко! Спасибо Тебе, Господь! Благостави сегодня чтение Слова, благостави сегодня и хлебопреломление, и, Боже, сегодняшним днем, Боже, прославься! Ханука календарной закончилась, но, Господь, Твоя Ханука, она продолжается. Ханука, как обновление храма, Твоего Святого Храма, прямо сейчас она продолжается. Слава Тебе, Господь! Сегодняшний храм Твой, Святой, обновляется. Мы обновляемся. Живые камни в этой стройке тысячелетий. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Святой! Слава, слава и хвала! И Евангелие от Иоанна начинается такими словами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Вот это вот как раз двенадцатый стих тот самый. «Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, детьми Бога». Аллилуйя. И дальше говорится в тринадцатом стихе следующем. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И дальше говорится. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Аминь. «Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за все. Благослови народ свой миром. Благослови сегодня нас всех. Благослови». «И от хотения Бога рождаются люди. Его соизволение, Его хотение. Он творец, Он восхотел и Он создал нас. Он восхотел и родил нас. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо тебе, Святой, за твое хотение. Ты действительно хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ты хочешь, чтобы люди рождались этим новым святым рождением свыше, духовным перерождением свыше, рождались от тебя, от твоего Духа Святаго. Слава тебе, Господь. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной. Благословен Искупитель наш. Благословен Спаситель наш. Слава тебе, слава тебе и хвала. Благодарю тебя. Благодарю тебя за все. Благодарю, благодарю. Слава, слава тебе, слава тебе и хвала. Благодарю тебя за то, что ты создал нас. Ты создатель, ты действительно творец, с большой буквы творец. Но наипаче благодарю Тебя за это чудо духовного перерождения Рождение свыше, рождение от Тебя Которое совершается как великая тайна Божия бытия нового Жизни вечной, дар Твой во Христе Иисусе Господе нашим Благодарствую Тебе, Господь Благодарю Тебя за мир и любовь Твои Слава Тебе, Господь, слава Тебе и хвала Слава, слава Тебе, аллилуйя Аминь, аминь, аминь Наталья пишет, да, слава Иисусу Христу, шалом Доброе утро, драгоценные братья и сестры Доброе утро, шалом, мир Божий всем вам Сестры, братья, все, кто подключился сейчас Кто еще подключился Я не вижу здесь, кто еще подключается Но кто комментирует, кто пишет свои вот эти вот заметки Да, то я вижу, кто подключился Да, слава Богу, очень приятно Видеть снова вас Здесь хотя бы так вот Вот, слава Богу Благодарю Бога всемогущего за вас Благоставляю И слово из Писания, которое я публиковал сегодня Цитату эту Из Иоанна 1.12 В контексте звучит просто Человеческому уму непостижимо Просто великолепно Удивительно Удивительное чудо Духовного перерождения Тем, которые приняли Его Верующим во имя Его Дал власть быть чадами Божьими Спасибо тебе, Господь Как чадо Божье Я благодарю тебя, Господь Как дитё твоё Как сын твой Благодарю тебя Аллилуйя Аллилуйя Аминь Аминь Спасибо тебе, Господь Спасибо Лидия Подключилась Доброе утро Благостовенного дня Доброе утро Да, благостовенный день Сегодня Счастливый день Слава Богу Он с нами Христос Иисус Слово Божье Он с нами Во все дни До скончания века Да, сегодня У нас уже 31 декабря По гражданскому календарю Завершение уже этого года 2019 года Завтра получается 1 января Уже 20-го года Получается Да По гражданскому календарю По библейскому исчислению Сегодня третье число Месяца Который мы называем Тевет Или Тевес-Тевес Вот И Вчера завершилась Ханука Такой библейский Святой праздник Но сегодня В молитве Я Благодарю Бога Всемогущего За Его Хануку Святую Которая продолжается Которая постоянно Продолжается Церковь Непрестанно Реформируется Экклезия Семпорреформанда Церковь Всегда Обновляется Говорили Отцы Древности Слава Богу Алина пишет Бог с нами Аминь Аминь Да Аминь С нами С нами Во все дни Во все дни До скончания Века Аллилуйя А потом уже Когда век Этот скончится Да Когда это Временное Время само Закончится То наступит Блаженная Вечность Уже Слава Богу Спасибо тебе Господь Спасибо Благодарю тебя Господь За времена Сроки За Действительно Ты В своей власти Определил Определенные Времена Сроки Благодарю тебя За все Благодарю 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 тебя Я уже Как бы И не праздную Это Есть Мне вот так Вот Достаточно Библейских Праздников И Наших Еврейских Новых Годов Два даже У нас Новых Года Ну и в гражданском В гражданском Календаре Тоже два Получается Новых Года Один Новый Год Как Именно Новый Год Вот Первый Января А другой Как Учебный Новый Год Первого Сентября Мы говорим Начало Нового Года Учебного Нового Года Вот И Вот Также Примерно И Вот В Израиле В традиции Еврейской Израильской Традиции Нашей Библейской Традиции Ведем Летоисчисление Исчисление Лет От создания Мира От Адама Это Легко Очень Проверяется Исчисляя Исчисляя Годы Жизни Людей Начиная От И до Нашего Времени Прошло 5780 Лет И два Месяца Это Не так Уши Много Но Знаете Но и Немало Уже И немало А второй Новый Год Который Мы празднуем Это Весенний Первый Это осенний Новый Год От создания Мира Мы ведем Исчисление Лет А второй Это Весенний Новый Год Это От Месяца Уже То Первый От Месяца Тишей А этот От Месяца Авив Или Ниссан Вот Если Для Многих Автолюбителей Ниссан Это Хорошие Автомашины Японские То Для Чтущих Библию Божье Слово Как Божье Слово Ниссан Это Месяц Нашего Искупления Нашего Избавления Месяц Пасхи Месяц Исхода И Господь Сказал Еще до Нашего Накануне Нашего Выхода Из рабства Он Сказал Что Месяц Сейда Будет У вас Начало Месяцев Года И Исчисление Времен Буквально Можно так Перевести Еще И Действительно Мы Исчисляем Еще И Месяц И Месяц И Этого Месяца Ниссан Авив Так Вот От Месяца Ниссан От Нашего Исхода От Моисея Времен Моисея И Аарона Прошло 3331 Год Прошел От Начало Нашего Исхода Вот И Весной Вот В апреле Месяца Да Получается По нашему Календарю Гражданскому Мы Будем Отмечать Уже 3332 Год Уже В этот Раз Слава Богу Но это Все Времена Сроки Это Все Знаете Ли Исчисления Лет Различные В древности Очень Популярны Были Исчисления Лет Допустим От Рождения Какого-то Короля От Начала Царства Какого-то Царя Какого-то Короля Вот Да Много Разных Исчислений Лет Есть На Земле Но Вот Мне По душе Больше Вот такие Исчисления Это От Создания Мира По Библии И От Нашего Исхода Тоже По Библии Вот По Библейским Исчислениям Напоминаю Что Сейчас На Дворе У нас На Дворе 5780 Год От Создания Мира И 3331 Год От Исхода Аллилуйя Благословен Бог Наш Вот Ну Так Или Иначе Кто Будет Праздновать 20 Год Да Вот Ольга Написала Доброе утро Благословенные Всех Наступающим Новым 2020 Годом Благодати Всем И во всем Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Благодарю Присоединяюсь К поздравлениям Да Благословляю вас Во имя Господне Анна Ипачо Ольгу Благословляю Да Марина Пишет Доброе утро Братья и сестры Да Доброе утро Аллилуйя Слава Богу Всемогущему Спасибо Господи За все Да Алина Наталья Лидия Ольга Марина Сестры Благословляю вас Сестры дорогие Шалом вам всем Вот И сестры И братья Наверняка Подключились Уже просто не пишут Вот Пусть Бог благословит Кто смотрит Онлайн Десять человек Онлайн Смотрит Но я не знаю Кто остальные Мой добрый совет Даю вам Не поленитесь Потратьте Минут пять Десять Вашего времени После трансляции Допустим Даже Можете Зарегистрируйте Здесь на ютубе Регистрация Занимает Буквально Пять минут Вот Простейшая Регистрация Очень здесь Все продумано Хорошо До мелочей И вы сможете Тогда Зарегистрировавшись Писать ваши комментарии Лайкать И Делиться Проще будет Значит И мы прочее Подписываться Вот Не забывайте тоже И На мой канал Подписаться Тогда Значит Нам И Делиться Больше продвигались В этом Это пространство Интернета Надо нам Действительно Осваивать Если для неверующих Это сети В которых запутались Души Людские То для нас Верующих Интернет Это сети Евангельские Которые Действительно Для проповеди Слова Божьего Ну и Любящим Господа Призванным По его Изволению Все Действительно Ко благу Все Все на пользу Добрым Людям На здоровье Эльмира Пишет Да Слава А спасибо За поздравления Божьих вам Благословений Во всех Ваших делах Спасибо Огромное Спасибо Валентина Пишет Тоже Всем деткам Божьим Здравствует Всегда Очень красиво Написано Здорово Приветствую всех Люблю вас Семья Моя Аллилуйя Аминь Здорово Очень приятно Пусть Бог Благословит Всех вас Друзья Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Вот И местописание Которое Обозначил Я в самом Начале Здесь опубликовал Тем Которые Приняли Его Верующим Во имя Его Приняли Его И верующим Во имя Его Дал власть Быть Чадами Божьими Бог Дал власть Быть Чадами Божьими Детьми Божьими Это Самое Ценное Самое Драгоценное И о чем Сегодня утром Рассуждаю И за что Бога Благодарю За все За все А наипаче За его Чудо Рождение Нового Его Свыше Святого Рождения Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Божий Всемогущий От хотения Не мужа Как здесь сказано Еще раз Прочту Вот это Местописание Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо 13 стих Которые Не от крови Не от хотения Плоти Не от хотения Мужа Но от Бога Родились Знаете Мы все Рождаемся От хотения Да И в первую очередь Конечно Хотения Мужа Значит И Зачинаемся Да И Развиваемся Потом В утробах Наших матерей Физически Мы Потом Рождаемся В этот мир Да И Слава Богу За все И написано В Библии Что Бог В тайне Во глубине Утробы Образует Каждого из нас Его руки Сотворили Создали нас Там внутри В тайне Бог сохраняет нас И развивает нас И Лепит нас Своими пальцами Своими руками Спасибо тебе Господь За все Вот И Дает нам Рождение На эту землю И В этом Чуде Да Рождение Божьего Вот На земле Да Земного рождения Один из главных Моментов Да Главным моментом Является Хотение Человека Хотение Мужа Мужчины Вот И Это Сильнейшее Тяга Сильнейшее Хотение Вот И Вообще Которое Существует Вообще В человеческом Роде Сильнейшее Хотение Без этого Мы И Не размножались И не Плодились Без этого Хотения Но у Бога Нашего Как у Нашего Небесного Отца Еще больше Хотения Намного Больше Ни Ни Одному Мужчине На Земле Не Снилось Даже Такое Хотение Даже И В голову Не Приходило Такое Сильнейшее Хотение Которое Есть у Нашего Отца У Нашего Отца Хотение Чтобы Все Люди Пережили Чудо Нового Возрождения Спаслись Чтобы Все Люди Спаслись У него Сильнейшее Хотение Чтобы Все Люди Духовно Переродились Родились Свыше От Него От Семени Его Которое Слово Божье Слово Его Святое И Мы Знаем Что Слово Божье Это Сам Иисус Христос Это Сам Господь Иисус Христос Это Не Просто Записанное В Книгах Слово Это Слово Которое Живое И Действенное Это Слово Которое В самом Начале Было Слово Читали От Иоанна В начале Сам Было Слово И Слово Было У Бога И Слово Было Бог И Все Через Него Начало Быть Вообще Он И Первый Последний Начало И Конец И Альф И Омега От А до Я Будем Договорить Все Это Он Все Только Он Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Святой Благодарствую Тебе Господь Благодарю Тебя За Все Благодарю Благодарю Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе И Хвала Слава 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 Агнцу Божьему На Престоле Слава Тебе Аллилуйя Аминь Спасибо Господи Спасибо За Новое Святое Духовное Рождение Перерождение Свыше Рождение Свыше От Тебя Спасибо Тебе Господь И Бог Действительно Хочет Чтобы Все Люди Спаслись И Для Того Он Все Совершил Все Совершил Бог Нам Дал Спасение Дьявол Побежден И Смерть Не Влавствует Теперь Иисус Господь Наш О Аллилуйя Бог Наш Спаситель И Он Царь Царей И Иисус Господь 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 Над всей Землей Иисус Христос Иисус Господь Иисус Христос Ты Мой Спаситель Иисус Христос Ты Царь Освободитель Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. В России прославляли некогда царя-освободителя. Я много раз бывал в Спас-на-Крови храм, Спас-на-Крови в Петербурге. И среди заслуг, это храм, красивейший храм Петербурга, один из самых красивых храмов России. Он был построен прямо на том месте трагичном, где оборвалась жизнь великого человека в российской истории. Одного из самых величайших людей в истории России. На мой взгляд, из всех правителей России это был самый величайший вообще. Вот, ну, Александр, царь Александр II, он там был убит на этом месте. И скорбь была, знаете ли. И люди молились. И слава Богу, что даже это скорбь, с одной стороны, гибель человека, такого великого тем более. Но, с другой стороны, родился один из шедевров, один из шедевров архитектурных российских. Это Спас-на-Крови, храм Спаса-на-Крови. И я там часто, когда в Питере бываю, я всегда прихожу туда, к этому храму. Всегда там прохаживаюсь, прогуливаюсь, молюсь. Там и в парке, вот, и возле канала этого. Всегда молюсь и люблю это место вообще, и соседние эти улочки прогуливаться. И вот Александр II, император, да, его прозвали царем-освободителем, потому что он отменил рабство. Отменил рабство в России, крепостное право так называемое, да. Вот, кстати, он переписывался, лично он не был знаком лицом к лицу, но в духе они были очень родственными душами. Это Авраам Линкольн, американский президент. Они вели переписку, и оба горели вот этой жаждой свободы. Значит, царь Александр II, он ревновал о том, чтобы даровать свободу белым рабам. А, значит, Авраам Линкольн за то, чтобы дать свободу рабам, черным рабам. У нас белые нигеры были не хуже, чем черные те, которые были в Штатах. Вот, и нашим порой белым нигерам доставалось гораздо еще даже жестче, честно говоря, чем тем черным. Ну, рабство хрен и резьки не слаще. Рабство, оно что в Америке, что в России, это все одно и то же проклятие, это одно и то же нечестие. И слава богу, что и у Линкольна, и у Александра, у этих товарищей, да, значит, хватило, действительно, товарищей по свободе, хватило духу отменить рабство, выступить против рабства. Но жизнь обоих была вот так вот трагична, оборвалась мученически, и один и другой, они закончили свою жизнь мученически. Я даже такую картину, такую замыслил тоже, один из эскизов, вот два вот этих вот освободителя. А над ними там силуэт как раз вот освободителя, самого главного освободителя, царя-освободителя Иисуса Христа. Да, и цепи такие разорванные, внизу цепи разорванные, упадшие, падшие цепи, и там вот силуэты черных и белых рабов этих, которые получили свободу. Вот замысел такой картины давно уже есть он. Тамара пишет, поздравляю всех с возлюбленных с гражданским новым 20-м годом и предлагаю в 0-0 встать на молитву. Да, хорошее очень предложение, да. Виталий, доброе утро, пастор Сергей, Бог, Иисус Христос, истинный свет, и нет в нем никакой тьмы. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Спасибо Господу за все. И Он есть действительно освободитель наш. Вот в чем дело. Он действительно освободитель. Кого Сын освободит Божий, тот истинно будет свободным человеком. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за все. Спасибо, спасибо. Поэтому детям Божьим всем радоваться. Будьте свободны, потому что к свободе призваны мы. И не подвергайтесь опять игру рабства. И знак нашей свободы вот как раз. Хлебопреломление. У меня здесь еще вот есть хлеб. Аж шабатный. Очень, кстати, вкусно выпекают здесь вот. Да. Купили к шабату, но он до сих пор вот как свежий. И пахнет вкусно вообще замечательно. Я проверяю хлеб обычно так, когда сомневаюсь. Какой-то новый хлеб выпекаю, допустим, да. Вот где-то или новый хлебопекарня или что-то еще. Вот я покупаю хлеб и оставляю его на, допустим, неделю или две недели. И смотрю вот, если там запах неприятно становится, значит, там плесень рана начинается, то это уже как бы качество. А это смотрю, хорошее качество. Да. И нет никакого повреждения. Но это не об этом сейчас. Вообще хлеб, очень люблю хлеб. И хлеб жизни – это сам Иисус Христос. И это самый прекрасный образ вообще. Хлеб. Налейте себе соку тоже. Возьмите себе хлебушка. Если нет соку, то просто даже воды налейте. И совершим вместе хлебопреломление. Красивое название, да, таинство этого. Хлебопреломление. Причастие. Преломляем хлеб. Я даже буквально сейчас не режу. Думал тоже резать сегодня. Нет. Я просто ломаю хлебушек этот. Да. Вкусно пахнет. Вот мой любимый запах вообще. Запах хлеба. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Я все жалею, что интернет не позволяет нам пока, к сожалению, да, вот запахи передавать. Вроде японцы сейчас работают, над этим работают. Но опять-таки запах может или ощущение передаваться только лишь, там японцы говорят, тому, кто подобный запах ощущал вообще. Ну, все равно это как бы не то. Вот. А здесь только небесный интернет может передавать эти запахи. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. И сегодня совершаю хлебопреломление с верой, надеждой и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись. И Он не просто... У Него хотения есть. У Него есть сильнейшие хотения, чтобы люди рождались с изново. Рождались новым духовным возрождением свыше. Рождением свыше от Бога. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И для того Он все совершил, действительно. Он все совершил. Он дал нам спасение. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Он на кресте доказал свою любовь к роду человеческому, ко всей вселенной, ко всем нам. Все совершил Бог, нам дал спасение. Дьявол побежден, и смерть не влавствует теперь. Иисус Господь наш. О, Аллилуйя! Бог наш спаситель, и Он царь царей. Иисус Христос, Ты мой спаситель, Иисус Христос, Мой освободитель, Иисус Господь, Иисус Христос, Аллилуйя! Слава тебе, Господь, слава тебе, Царь Вселенной всей! Благословен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной, всего мироздания, давший нам хлеб с небес, Иисуса Христа, Праведника, Спасителя, Господа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Спасаемся! Слава тебе, Господь, за все! Слава тебе, Господь, за спасение, за новое рождение от тебя, свыше рождение, за это счастье познавать тебя, Господь. Слава тебе за эту великую честь быть и называться детем твоим, чадом твоим, возлюбленным твоим, в котором твое благоволение, Господь. Благодарю тебя, Господь, слава тебе, слава тебе! Пейте и ешьте, друзья, тело и кровь Христа, кровью Иисуса Христа и телом ломимым Его. Я спасен, исцелен, благословлен, освящен. Слава Тебе, Господь. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Лехаем. Аминь. За жизнь. Спасибо. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, мой Бог и Царь. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Благодарю Тебя за дар Твой. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Благодарю Тебя за всех братьев, сестер. За всех, кто сейчас причащался, причащается целой крови Твоих. Благодарю Тебя. Спасибо, 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 спасибо Тебе за все. Все совершил Ты, Боже наш, нам дал, даровал спасение. Враг побежден, дьявол побежден. И смерть не властвует теперь. Потому что Иисус Христос, Господь наш. Аллилуйя. Ты, Царь, Царей. Ты, Бог Богов, Господь Господствующих. Слава Тебе, слава Тебе и хвала. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Общение Святого Духа. Со всеми, со всеми, со всеми нами, друзья. Божьи дети, дети Божьи чада, возлюбленные. Благоставляю вас, друзья. Благоставляю Израиль сегодня. Благоставляю Иерусалим во имя Господне. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. С миром Божьим, благословенного дня. Утром этим обновляемся мы и в течение дня наше обновление в нем, только в нем. Тем, которые приняли Его, нам, да, верующим, во имя Его, принявшим Его, Он дал власть быть чадами Божьими, детьми Его. Спасибо Тебе, Господь, за все. Аминь. Аминь. Все совершил Бог, нам дал спасение. Алина.